Мы продолжаем. В студии двое ведущих. Ярослав Замита и Юрий Свидерский, а также наши гости, преподаватели Далевского университета, кандидат технических наук, доцент директора Института транспорта и логистики Вадим Бекадоров, а также кандидат технических наук, доцент заведующей капиталей подъемной транспортной техники того же вуза Владимир Коструб. Говорим мы об проблемах технического образования, о том, что нужно, нужно нашу молодежь завлекать все-таки в эти специальности технические. Самый простой пример это все очень не любят отечественный автопром. Ну почему же? Почему нет? Ты как исключение, да? Ну в основном я слышу нарекания на отечественный автопром. Да ну это ты как не автомобилист, почему? Я тебе просто объясню. Легко чиниться и в отличие... Было бы кому чинить, вот мы про это говорим, и было бы кому разрабатывать новые хорошие двигатели. Блюнов и поехал дальше. Это у меня отец так же точно делал, говорит, я хочу себе покупать москвич, потому что я его знаю как свои пять пальцев, а иномарку не хочу, потому что я не знаю, чем мне делать. Однажды, говорит, попросили его разобраться с карбюратором опелевским, а там не опель, там General Motors, и он говорит, я такую конструкцию карбюратора вижу в первый раз в жизни, я с ним ничего так не сделал. Ну в любой ситуации опыт, главное, это как и с родами, ты кому поведешь жену рожать, тому, у кого по 10 родов в день принимается... Да, либо двое в год, да, это понятно. Собственно, необходимость технического образования, помимо таких примеров, какая еще? Для человека, вот обычно, ну и прекрасно понимаем, что человек, который закончил двигатель внутреннего сгорания, он хотя бы может... Инженер — это творческий, это думающий человек, прежде всего, это человек, который... Разрабатывает новое. Закончив 4 или 5 лет специалитет, он будет продолжать учиться всю жизнь, то есть он никуда не денется, его заставит его работа по специальности учиться всю жизнь. Вот это, на мой взгляд, особенность инженерного образования, что постоянная потребность в совершенствовании, постоянная потребность в самообразовании, постоянная потребность в повышении своей квалификации, никуда от этого не уйдешь. Поэтому, на мой взгляд, это должно не то, что привлекать, а должно убедить людей в том, что эти профессии, профессия инженера, она была, есть и будет всегда, она будет востребована во все времена. И тем более, вот не зря говорят, что кризис — это время возможностей, сейчас это время возможностей для развития науки, техники, это возможность для самосовершенствования и самоутверждения молодых специалистов, молодых инженеров, молодых людей. Знаете, у меня знакомый один есть, он электротехнический заканчивал факультет, но по итогу он пошел работать инженером, и многие шли за корочкой, а он сказал, что 5 лет не просто так потратил. — Молодец, значит, он найдет себя. — Нет, он пошел работать, наверное, один из немногих, который пошел работать по специальности из своей группы. Первое, что он спроектировал, был транспортерная лента, такой этот самый, конвейер проектировал, говорил, это я, это я, я. Да, он очень гордился своей работой, и он действительно пошел очень далеко, потому что, ну, он прошел через несколько лет, он уже занимал пост главного инженера в компании, в которую он пошел вот обычным вот таким проектировщиком, потому что он реально, он любил свою работу, он полюбил свою работу, не то, что он изначально ее любил, он полюбил свою работу. — И заметьте, он стал руководителем, да, не заканчивая, на меня коллеги пусть не обижаются, но у него нет диплома менеджера. — Нет, но он стал главным инженером. — Поэтому вот он очередное подтверждение того, что менеджер — это не профессия, это диагноз. Он был изначально менеджером, став грамотным инженером, оставшись творческим человеком, он достиг определенных успехов в своей карьере, вот и все. — Да, и вот действительно, вот нужно, нужно техническое образование, опять же, когда мы говорим о том, что прогресс технический в современном мире, он не стоит на месте, нужно помнить, что его вообще-то кто-то двигает, чтобы он не стоял на месте. — Двигают его инженеры. — А двигают его инженеры. — Не менеджеры. — Это уж точно. Дело в том, что вот даже начинает вот сейчас ситуация в мире, когда Россию обложили санкциями, да, проходит и идет аналитика, говорит, вроде как говорили, что у России всего 2% мирового БВП, а оказалось, что эти 2% реальная экономика, которая, то есть, работает, основа любой экономики. Я всегда был и буду убежден, это производство, а для производства нужны и те, кто проектирует инженеры, и те, кто, собственно говоря, воплощает это все в жизнь. Кстати, инженер чаще всего является первым воплотителем, хотя вот прототипа своего, да, я был в лаборатории ДВС в университете, это просто огромные двигатели, да, это просто непрекращающаяся работа преподавателей, когда сегодня он, вот сейчас он преподает, через 2 часа он в лаборатории сидит, он крутит что-то с этим двигателем, придумывает что-то, пытаясь его усовершенствовать. Вот, это непрекращающаяся работа, работа над собой, как вы правильно в этом плане и сказали. Что касается подъемно-транспортных механизмов, тоже, знаете, многие думают, что лифт это вот такая коробочка на веревочке, которая поднимается, и на это все заканчивается. На самом деле нет, на самом деле это тоже сложный механизм. Она имеет определенные конструктивные особенности, связанные с тем, что там должны быть и двигатели. Ближе к микрофону. Там, во-первых, присутствуют электрические двигатели, и куча гидравлики, и те или иные двигатели внутреннего сгорания. То есть это сложнейшее устройство, которое направлено на то, чтобы что-то поднимать, опускать, но опять же я не хочу зацикливаться, только на подъемной технике. Транспорт. Вот сейчас транспорт – это артерии страны. Поэтому дорожная, строительная техника – это тоже очень важно. Я хочу обратить внимание будущих наших абитуриентов и их родителей о том, что это всегда перспектива трудоустройства. От каких-то небольших организаций, ремонтирующих дороги, до крупных строительных компаний, которые проводят эти трассы через страну. То же самое касается и железных дорог. Это все артерии нашей с вами жизни, нашей с вами страны и большой любой страны другой. Поэтому вдаваться в какие-то частности, касающиеся непосредственно подъемно-транспортной техники, я не вижу смысла. Здесь уже, наверное, когда дети придут к нам и придут наверняка с родителями. Например, у нас вот 21-го числа, день открытых дверей, в 11 часов, пятый корпус, 301-я аудитория. Можно будет ознакомиться со всеми специальностями, выбрать то, что по душе. Да, учиться непросто. Специальности сложные, технически сложные. Но, как говорят, и выхлоп соответствующий. Что касается Вадима Виктора, еще и связанного со всевозможными манагерами его реплики. Ну, знаете, как-то вот бытовала такая пословица. Из технаря можно сделать и менеджера, и журналиста, и, в общем-то, любого гуманитария. Ну, плохого или хорошего. А вот из гуманитария сделать технаря невозможно. То есть, если в него не заложили эти базовые знания и способность работать, все. Этот момент, когда человек, еще, так сказать, своего рода чистая записная книжка, она еще не заполнена, пока память хорошо работает, есть способность, возможность учиться, не одолевают все эти семейно-жизненные проблемы. Этот период надо использовать и вложить в молодежь нужные, правильные знания. Для этого нужны преподаватели, и для этого нужна хорошая схема образования. Есть еще такая понятия, как технический склад ума. Собственно, это тот, который позволяет просто проследить логику различных процессов, самых разнообразных. У меня отец в 50 лет в первый раз сел за компьютер, потом ему не понравился Excel. Ну, ему нужно было заполнять накладные, ему не понравились функции, которые в Excel были. Он сел, взял учебник Visual Basic, и он перепрограммировал полностью под себя, как ему захотелось. Хотя он за компьютером сидит пару лет. Просто потому, что технический склад ума ему позволил понять логику тех или иных функций, которые заложены в этот язык программирования. И он смог все это сделать так, как ему было бы удобнее. Вот у Вадима Викторовича был одногруппник, которого выгнали за неуспеваемость с третьего, по-моему, курса. Это был не мой одногруппник, он учился на подъемной транспортной технике. Ну, а потом стал доктором политологии. Украинской, правда, политологии. Он таки попал немножко в жилу. А его выгнали именно за неспособность. А еще вот один пример, возвращаясь к тому, что Вадим Алексеевич сейчас затронул. Я у вас на вашей территории уже на входе встретил Алексея Гибалова. Так вот, я вам хочу сказать, что Алексей Гибалов, я не знаю, честно говоря, не успел у него спросить, кем он сейчас здесь работает. О, он все, что только можно делать. Вот, а почему он все, что только может делать? Потому что он по образованию инженер-механик, закончивший кафедру локомотивы на год, по-моему, или на два раньше меня. Поэтому вот он и может делать все, что угодно. Потому что он, прежде всего, грамотный инженер. А его одноклассник Дмитрий Касьян, как представитель советского цирка, умеет делать чудеса. Да, тоже, видите, как судьба. Да, у нас остается, ну, в принципе, еще минут 10, у нас есть времени. Расскажите больше о профессиях, которые изучаются в вашем институте. Ну, на данный момент за нашим институтом закреплены пять кафедр. Все эти кафедры выпускающие, это кафедры железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, кафедра подъемно-транспортной техники, кафедра транспортной системы и кафедра двигателей внутреннего сгорания. Ну, начнем вот с низа, да, с конца. Кафедра двигателей внутреннего сгорания, мы уже ее немножко упоминали, она ведет инженерную подготовку специалистов по ДВС, в том числе мы сейчас вот и затрагиваем авиационные двигатели, ввели несколько дисциплин в план учебный. То есть человек выходит подготовленный на уровне бакалавра, потом может идти обучаться, продолжать магистратуру, и он является специалистом по двигателям. Транспортные системы – это подготовка вот именно людей, которые будут заниматься организацией перевозок на любом виде транспорта. Я подчеркиваю, на любом. Да, делается уклон в железнодорожный и в автомобильный, но это не значит, что он не сможет и не будет разбираться в проблемах, связанных с водным транспортом или с авиационным. Все это между собой взаимосвязано. Подъемно-транспортная техника уже мы много здесь упоминали, то есть это инженеры, это специалисты по крановому хозяйству, по дорожно-строительной технике. Я все-таки воткнулся. Вот среди тех подъемных и транспортных машин, которые у нас изучают студенты, это, во-первых, всевозможные краны, скажем так, более-менее привязанные, то есть стационарные, козловые, мостовые и тому подобное. Это скрепы, всевозможные погрузчики, это автомобильные краны, подъемники, то есть то, что есть в любом хозяйстве. Это целый спектр дорожных и строительных машин, что мы можем наблюдать по телевидению при любом репортаже, когда ремонтируют дороги. То есть это экскаваторы, это бульдозеры, это все-все-все вот это то, что изучают на нашей специальности. Ну и, соответственно, дипломные проекты мы стараемся посвящать какой-то модернизации. Вот сейчас, например, в свете развития науки и техники я пытаюсь в дипломные проекты ввести применение композиционных материалов. В свое время, вот если, может быть, помните, у нас такое было конструкторское бюро специально, Искра, при нашем институте тогда. Мне посчастливилось попасть практически вот в самое начало. Она открылась в 1982 году в октябре, а я в марте пришел туда работать уже следующего года. Практически на 95% это была оборонная тематика. Ну, конечно. И в частности, вот то, что даже разрабатывал тот отдел, в котором работал я, сейчас летает в тех аппаратах, которые презентовал Владимир Владимирович. То есть вот эти все цирконы, вот эти вот сарматы, это то, что разрабатывалось еще тогда. Честь и хвала людям, честь и хвала руководителю, которые смогли сохранить все это дело, поддержать. Ну, и, конечно, безусловная заслуга президента, то, что он дал толчок. Развитие этого. То есть, понимаете, без высочайшего волевого решения это, конечно, бы не работало. И теперь мы имеем то, что имеем. То есть, теперь имеем самое современное оружие, способное нас защитить от любой агрессии. И работали у нас тогда там ребята лет с 25, с 24. Я сам пришел, мне было 23 года. Мы не знали, как надо. Нам говорили, что надо. А вы брали и делали. И мы брали и делали. Понимаете? И вот сейчас надо именно так. Ведь проблема в чем? Ребятам нужны рабочие места. Первые рабочие места проблемно получить, да? А если бы были какие-то... То есть, это уже вопрос государству. Да, эти рабочие места. Я думаю, сейчас они появятся. Появятся, безусловно. Конечно, и тогда... Ведь ребята-то у нас толковые. Просто их ум, их сообразительность, она находится в основном вот в соцсетях там где-то, да? Еще. То есть, там, где, может быть, какую-то копейку можно заработать и найти круг общения определенный. А если им поставить интересные практические задачи, и это будет потом летать, ездить, поднимать, копать, плавать, я думаю, любой нормальный парень или девушка пойдут и будут работать. Вот. Еще несколько слов вот о двух кафедрах. Это автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта. Здесь весь спектр возможных во применение. От проектирования и производства подвижного состава автомобильного либо железнодорожного до ремонта эксплуатации. То есть, предприятия любых форм собственности могут быть. Мы уже говорили, что пользуются спросом и в Российской Федерации. Наши специалисты. Поэтому здесь все, что угодно. И есть еще у нас такая интересная специальность в метрологии стандартизации. Сертификация. То есть, она... Тоже мы ведем образовательный процесс по ней в нашем институте. Это, ну, в двух словах. От аптека управления до крупнейшего машиностроительного предприятия. Инженеры и метрологи. Инженеры по контролю качества нужны везде. И у нас тоже мы ведем их подготовку. Кстати, это перспективная специальность для девочек. В том числе. В общем-то говоря, да. Потому что работая заместителем директора по новой технике на промышленном предприятии, я зачастую в цеху, в робе по локоть в масле был. А девочки из отдела АТК ходили в белых халатах. И зарплаты у них были немаленькие. То есть, они в тепле, в белом халате. Все у них хорошо. Они ходят, улыбаются. А там зам главного инженера, зам по новой технике вместе с главным технологом. То есть, по-моему, мамы, не надо отдавать девочек на менеджмент в обязательном порядке. Да, или на бухучет. Это точно. Здесь тоже можно... Особенно толковый. Да, здесь нужно... Понимаете, как... Вот вы правильно сказали. Вы, кстати, не первые преподаватели, которые приходят из различных вузов, и не только вузов, там, колледжи, профтехучилища, которые говорят о том, что в школьном образовании потеряна физика, да, вот эти вот... Физика и химия. Вот, потеряны. И они действительно нужны. И вот в этом плане, в этом плане нужно уделять большое внимание для того, чтобы приведить детям интересы к этим наукам. Потому что они на самом деле интересны. Мне очень понравилось высказывание одного американского физика. Я сейчас не вспомню, как его зовут. Но он сказал, говорит, если бы мы людям не объясняли, как работает закон о физике, они бы считали нас богами. Так что это на самом деле очень интересные науки. Их знать нужно, их знать необходимо, потому что, скажем, устройство, не знаю, обычного выключателя, либо розетки, это все нужно электрический ток. Это изучается в девятом классе физики, и этому нужно учить. К сожалению, не очень хорошо. К сожалению, не очень хорошо. Я желаю вам только умных и способных абитуриентов, из которых вырастут настоящие инженеры, которые смогут толкать технический прогресс вперед. Напомню, нашими гостями были Вадим Викторович Бакадоров, кандидат технических наук, доцент, директор Института транспорта и логистики Далевского университета, а также Владимир Алексеевич Коструб, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой подъемно-транспортной техники Далевского университета. Приходите к нам еще, напоминаю, 21 мая, во сколько? В 11.00. В 11.00, в пятом корпусе Далевского университета, соответственно, день открытых дверей Института транспорта и логистики. Приходите, узнавайте, обязательно вам будут рады. И это не самые худшие, даже, наверное, одни из самых лучших и востребованных специальностей. Так что приходите. А у нас сейчас небольшой перерыв, и мы продолжим вещание.